В Боровской обители неизменным правилом являлось непрестанное чтение псалтири. Матушка Антония, по словам насельниц, очень любила читать псалтирь и неизменно ночью. Последний год она еще читала обязательно канон или акафис царю-мученику Николаю. Когда привезли икону царя и перед ней круглосуточно читали псалтирь, одна послушница вспоминала. «Когда я вошла в храм, матушка Антония даже не обернулась, будто и вовсе ничего не слышала. Я подбегаю к ней, матушка Антония, прости, проспала». Она повернулась ко мне, улыбается и говорит, «Наоборот, очень хорошо, я так давно мечтала побольше помолиться государю. Когда впервые привезли икону царя, нам давали всего по 45 минут, но матушка Васса всегда приходила раньше минут на 15. Я так расстраивалась. Делать нечего. Уйду к себе, но прямо до слез расстраивалась, доходила до отчаяния. Теперь хоть и помолилась от души, я так тебе благодарна». Хотя она мне рассказывала приточно, то есть притчей, что вот скоро, говорится, будет такая катастрофа. Вот у нас была наша курганская, в общем, ей знакомая, подруга, Вдивеева, Надежда, Иннокене Надежда. Вот, и она как бы про нее рассказывала, что будет катастрофа, что вот убьют, значит, это самое, монахиню в Дивеевском монастыре, вот и все разбегутся после этого. Я говорю, нет, это не может быть, это правительственный монастырь, я совершенно по-земному. Она говорит, ну вот батюшка, убейте, все так будет. Вот самые последние уже месяцы перед ее мученической кончиной действительно она стала совершенно отчетливо изменяться, в смысле вот этого самого истончения. У нее даже появилась некая такая своеобразная горячность, я даже вспоминаю, что думал, не заболела ли она. Ну вот, когда у человека, как говорят, что-то типа такой чахотки или какой-то внутренней лихорадки, видно прямо, как он худеет, и даже у него как бы кожа тоньше становится, появляется какой-то румянец на щеках, у нее изменились глаза, они наполнились какой-то вот такой вот силой, но при этом, казалось бы, такие внешние признаки были болезненны, но очевидно было, что это не болезнь телесная. То есть сейчас я понимаю, что это был вот, ну как бы, такой вот огонь внутренний какой-то, он все как бы больше и больше разжигался и действительно изменял человека. В роковую ночь убиения Иннокене Антоне читать псалтирь в храме должна была матушка Иоанна. Но случилось так, что матушка Антония ее подменила. Кроме того, в то утро три человека подряд проспали свою череду. А как раз за два дня до этого, 22 декабря, обитель встречала мироточивую икону царя-мученика Николая II. После праздничного богослужения и трапезы состоялось соборование. Матушка Антония стояла с большой свечой, которая за время совершения таинства почти полностью сгорела, что очень удивило ее и других сестер. Мог ли кто тогда предположить, что это было последнее соборование в ее жизни? Матушка Антония погибла в половине четвертого ночи, 24 декабря 1999 года. На окровавленном аналое лежал раскрытый на шестой песне канон царю-мученику. Несколько капель мученической крови остались и на страницах канона. Как высшее свидетельство о любви о Христе все произошло через 6 часов после проводов мироточивой чудотворной иконы. Да, но надо сказать, что было все-таки знамение. Вот это перевернутое кровавое, наверное, на глазах у всех налившаяся кровавая луна, и потом перевернулось, как бы кровь пролилась. Вот это виделась сама матушка Антония, но не сказала для чего. Все думали, это к приезду как бы иконы, но это оказалось к ее, в общем-то, восхождению на небо через мученическую кончину. За 10 дней до своей мученической кончины матушка Антония написала письмо. Хочу рассказать о случившемся вечер 12 декабря 1999 года, когда все готовились к великой встрече с иконой царя-мученика Николая. В тот день я не понимала реальности всего происходящего, но, как и все, готовилась к встрече. За несколько минут перед встречей я сильно разрыдалась с покаянным чувством и ушла в пустынное безлюдное место. И вдруг мой взгляд остановился на небе, на котором я увидела удивительно причудный месяц. Он был очень огромный, будто чаша, залитая кровью, чему я удивилась. Красный месяц очень быстро двигался, такого движения я еще не встречала. И перед самым его уходом за лес, то есть заходом за горизонт, эта чаша перевернулась. Создалось впечатление, будто на землю перевернулось что-то могучее, то, чего ждали долго и терпеливо, постепенно вылилось на нас до последней капли. В этот момент я полностью сознала грех народа за убиение царской семьи. Мое сердце так переполнилось чувствами, что в те считанные минуты я начала глубоко сознавать бытие человечества. Я чувствовала, что сила с нами пребывает. От распаления сердце побежала к ждущим великой встречи и сказала им, «Чувствуйте, не зло победит зло, а только любовь!» и только это звучало в голове. После чего состоялась встреча, мне показалось, да и не только мне одной, что сам живой батюшка, наш царь Николай приехал, который до сих пор печется о нашей стране. Иннокене Антония, 46 лет, 14 декабря, 1999 год. Мне еще радостно вспомнить о матушке, потому что она очень любила царя. Очень любила царя. Ну, собственно говоря, даже и была убиена за чтением канона целевому мученику. За пару дней до своей мученической кончины она сказала одной из сестер, «Тяжело мне. Наверное, я должна умереть». Когда мы уже помолились, попили чаю, поговорили, легли спать. Это было вот как раз вечером. И в три часа ночи раздался звонок из Боровой. Сказали, что матушку Антонию убили. Не смогли ничего сказать больше, потому что действительно, когда это произошло, то стало понятно нам то, что произошло с учениками Спасителя после того, как он был предан на крест, после того, как они разошлись. То есть, после этого величайшего торжества вдруг совершилось страшнейшее преступление. Оно совершилось в храме. Прямо посредине храма стояла на лоне, на шестой песне канона, вот человек, потерявший человеческий облик, безжалостным образом, взяв орудие убийства, матушку Антонию погубил, да, телесную. Стены и ступеньки церковного подвала были в крови. Но тогда сестры, обмывая матушку Антонию, смывали кровь, то увидели спокойное, умиротворенное лицо, без единого синяка. Она три дня лежала в гробу и совершенно не изменилась. Глядя на нее, все удивлялись, какая она красивая. Когда гроб несли к могиле, многие заметили, что руки у матушки мягкие, не окоченевшие. Мы ночевали в селе Боровском, там тоже учат. И вы знаете, я проснулась от великого ужаса. То есть, меня обуял такой страх, но какой-то неземной. То есть, у меня просто внутри вот был полный, вот знаете, вот все обледенело. Причем такая вот гробовая тишина, темнота, и вот этот ужас. И я вот никогда не испытывала такого ужаса. Это, конечно, было очень трудно вместить, особенно вот после этого величайшего торжества. Но как бы разверзлась такая пасть ада. И было чувство какой-то вот ледяной такой пропасти, как бы безжалостной вот к тебе подступающей, и такого потрясающего какого-то страха. Вот. Причем это действие тоже было объективным. То есть, это ощущалось как то, что воздействует на тебя. То есть, видимо, действительно, концентрация как бы вот усилий лукавого для того, чтобы вот это как бы торжество посрамить или как-то уничтожить было так сильно, что вот она эхом пошла по всем, кто вот непосредственно был духовно связан с общиной, с храмом. Потому что, ну вот мы были в Екатеринбурге, когда мы приехали на следующий день в Боровую, то увидели, что там то же самое. То есть, мы были отделены расстоянием, но чувство у нас было совершенно одинаковое. Вообще, поразительно было все. Приезд иконы царя, накануне страшная, ни с чем не сравнимая буря. За три дня до мученической кончины знамени луна наливалась кровью и переворачивалась. Видели это многие, в том числе и сама матушка. Связывали это с пролитием крови царственных мучеников или даже с началом гонений на веру. При этом видели это не только в Боровой, но даже за 400 километров в поселке Арти. Затем, ужас после убийства. Леденящий ужас. Никто в келях не мог спать один. Спали на полу все вместе, не раздеваясь. Боялись входить и выходить. Успокаивались только у гроба матушки. Только к моменту от пивания началось ослабление напряжения. Все более ощущалось торжество. В те дни многие ощутили, подобно апостолам, страх и смятение, как они от кефсиманской ночи до воскресения. Ну и вот на само, когда погребение было, вот это действительно чувствовалось, что это не похороны. Ну я как бы еще только новоначальная была. Для меня это как бы похороны, это же похороны. А тут я вот впервые почувствовала, что это точно не смерть, а как бы переход. И вот это оно и чувствовалось. То есть смешанное такое чувство было. И радости, даже можно сказать, наверное, радости тоже. Когда матушку Антонию хоронили, может быть, не было еще, но все, уже немощное, все равно ты понимаешь и чувствуешь, как она умерла. Но вот этот вот уже проникновение вот этой вот тихой радости воскресения, как в Великую Субботу. Вот. Оно приходит. Оно здесь уже начинало происходить очень такое светлое, тихое и умиротворенное. Оно от облика матушки Антонии сходило, потому что она была в гробу именно такой. Сразу же после кончины матушки в обители заметили явление чудес. Одна из сестер общины хранит как святыню камень из подвала со следами крови убиенной Янекине Антонией. В феврале этот камень начал благоухать и благоухание это продолжалось несколько лет. Есть свидетели, почувствовавшие сильный запах ладана, исходящий от матушки Антонии во время бдения над ее гробом. прихожанка Аделя, Ангелина, значит, в крещении, вот, то, очень плакала, то матушка Антония явилась, сказала, что ж ты плачешь, говорит, ты не представляешь, как мне здесь хорошо, чудесно, не надо плакать, говорит, она говорит, ну тебе же было больно, она говорит, только самые первые секунды, отмашка Антония ответила, так настолько для святых сладка мученическая кончина, вот, то есть, это вот, такая чистая жертва Богу, вот она так, в общем-то, прожила свою жизнь, очень короткую. Когда один человек из обители оказался в паломнической поездке на Кавказе, он пришел в пустынь в горах к старцу и сказал, отче, у отца Александра большая скорбь в обители, пустынник перебил его, а у меня большая радость, какую заступницу сподобились иметь на небесах. Почему, говорю, такое планетарное событие, потому что отца Александра Шурганова там убили, вот, значит, матушку Людмилу, вот она воскресной школой занималась, вот, у отца Артемия Владимирова, потом у отца Александра Шурганова в Москве. Ее убили, тоже было очень достаточно известное дело, то есть, как бы, вот новые мученики. После уже открытия церкви появились новые мученики. Это все семя, конечно, мы знаем по учению это семя церкви, это живительные садки церкви, чтобы мы, конечно, духовно не умирали, в затхлости нашей бы, вот, не угасали. Вечный погой Подожди, Господи, вожи усадшие Ежегодно 24 декабря в храмах совершается заупокойная литургия в память о убиенной Иннокене Антоне. После чего служится Божественная Панихида. Упокой Господи, душу усопшей, рабы Твоя, убиенной Иннокене Антоне и ее же святыми молитвами. Прости вся наше согрешение. Уважаемые друзья, на этом наша передача из истории церкви на Урале подошла к концу. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова